всем привет сегодня расскажу как сделать отопление так называемой одной трубой я уже как-то затрагивал эту тему когда делал теплые полы и рассказывал о том что я делаю отопление одной трубой всегда и судя по комментариям которые мне спрашивали я понимаю что некоторые не до конца понимают как это сделать отопление одной трубой как это вообще выглядит и из чего это состоит вот все понимают буквально но тут есть небольшой нюанс сейчас я примерно на ну схематично постараюсь объяснить и показать а потом покажу наглядно потому что я уже батарею повесил и уже наглядно покажу как это выглядит допустим вот у нас батарея да и когда звучит фраза одной трубой каждый понимает наверное вот так вот батарея висит и с одной стороны подходит труба и с другой стороны подходит труба и большинство людей именно так это воспринимают что типа как будет система работать если сделать вот так вот одной трубой то есть одна труба подходит снизу батареи вот таким образом она выглядит но не совсем все так сейчас я примерно покажу такой вариант возможен только в частном секторе частных домах квартирах но если только квартира с автономным отоплением где индивидуальное отопление свой котел висит там тоже можно сделать собственно пример допустим вот комната у вас тут может разные быть перегородки неважно то есть где-нибудь у вас висит вот он котел и от него всегда от любого котла идет две трубы подача и обратка подача как бы опускается если котел идет допустим твердотопливный там труба подымается вверх чтобы создать давление потом она опускается вниз если же котел импортный либо тоже твердотопливный только с подключенным циркуляционным насосом который гоняет воду там это тоже система будет нормально работать так допустим вот он котел и по периметру дома у вас установлены батареи как правило там под окнами ставит ну не факт вот они батареи их нужно всех запитать как я всегда делаю уже столько много раз переделывал этих систем отопления в частных домах занимался то есть вот если допустим имеем и такой дом там получается ну по периметру батареи расставлены и самый простой и самый дешевый способ батареи запитать именно вот выходит допустим подача и одной трубой мы запитываем все батареи по кругу и вот эта труба которая возвращается котлу это у нас уже получается обратка она входит в котел именно в обратку и получается что у нас по дому идет всего одна труба которая цепляется ко всем батареям и возвращается и таким образом у нас в два раза мы расходуем трубы меньше в два раза меньше обычно как делают пускают подачу и обратку практически все так делают сколько я видел вот это расходуется два раза больше трубы а если дом там 100 квадратов или 200 квадратов представляете да это лишние расходы вот этот вариант самый оптимальный если допустим у вас несколько крыльев так называемых несколько контуров в принципе делается то же самое ну там надо правильно все это смонтировать сейчас я все покажу самое главное это подключение этих батарей чтобы каждая из этих батарей не важно сколько их там 5 10 20 хоть 100 были независимые и не зависели друг от друга то есть в любой момент можно было перекрыть одну батарею снять ее а система оставая оставалась действующей чтобы она работала вот как надо всегда делать при таком способе как многие понимают если здесь поставить кран и здесь поставить кран мы перекрыли сняли батарею дом не работает система не работает потому что нет циркуляции нет циркуляции система отопления соответственно чтобы снять отремонтировать одну батарею придется остановить весь дом поэтому вот такая система изначально неправильно чтобы люди понимали что значит одной трубой подключается совсем не так сейчас я покажу как нужно подключать при таком расположении батареи одной трубой вот батарея труба идет чуть ниже от нее отходит отвод и здесь ставится краны а здесь все ставится байпас на диаметр меньше вот это у нас байпас чуть неправильно нарисовал в общем вот здесь а вот ставится тройники вот в этих местах раз и раз тройник специальный тройник который один край зауженный сейчас покажу есть специальные тройники сюда входит 25 а выход отсюда и отсюда 20 и соответственно он таким образом ставится вот эта часть идет у нас на байпас которая в этом месте ко второму уголку подсоединяется а это идет уже на батарею на кран таким образом когда мы перекрываем вот эти краны и снимаем батарею система остается абсолютно функциональной даже не нужно котел выключать просто перекрыли краны сняли батарею вода сольется только за батареи а система останется рабочей абсолютно в том случае если у вас ну дом там двух трехэтажный много контуров много отводов делается все то же самое но если нет возможности сделать вот так вот как я нарисовал в предыдущем делается все то же самое вот такая батарея внизу у нас идет подача здесь у нас байпас все то же самое а обратка обратка идет ниже и она идет сплошняковой то есть никаких соединений там ничего никаких отводов в нее не врезается она просто идет рядом и когда крыло заканчивается где-то там вот она завернулась и пошла в обратку таким образом все остается то же самое вот только у нас в любом случае обходится дешевле в том расчете что не нужно в обратку впаивать там уголки обводить вот эту трубу потому что подача всегда выше обратка ниже и чтобы как некоторые делают вот таким образом систему монтирует подача обратка подача входит сюда а обратка входит из этой трубы в батарею и чтобы обойти вот эту подачу приходится делать обводы соответственно уголками там или отводами специальными и это дополнительные расходы то же самое она так же будет работать но за счет того что приходится обводить это все во первых это визуально не привлекательно во вторых много дополнительных дополнительных расходов в плане инструмента материала и все это довольно таки проблематично в том плане каждый раз все это подгонять когда вот этот вариант как я сейчас покажу делается элементарно просто я беру батарею кладу ее на стол и вот этот узел полностью я полностью впаиваю на столе и потом в готовом виде я уже вешу батарею на стену на крепление и от нее уже подсоединяю стальные трубы а обратка уже пускается сплошняком просто рядом если есть возможность если она не скрыта труба на клипсах ну на виду если на стене висит просто клипсы двойные ставлю и двойные клипсы цепляю сразу защелкиваю две трубы если же это прячется в штрабу там без разницы как они пойдут все равно это заделается и не будет видно ни одной ни другой трубы вот таким образом самый оптимальный и всегда эта система работает и будет работать и имеет место быть потому что я уже много раз это делал клиентам и тем самым экономил по материалу деньги и проще ее устанавливать в эту систему если делать вот так вот ну как я показал сейчас из обратки цеплять трубу из подачи трубу цеплять больше головняка каждый раз надо подгонять хотя когда вот этот вариант делается индивидуально можно сразу все батареи собрать спаять то есть спаивается вот этот механизм вот этот узел вот он он кран идет на батарею здесь у нас байпас сейчас вот этот узел весь уже готовый и с той стороны то же самое и уже под конкретную батарею батареи это везде разные будет где-то там 5-6 ребер 10 ребер неважно то есть таким образом собирается полностью узел с батареей и уже вешается готовый на стену и от него только остается вот она подача подключить и если у вас нет возможности сделать вот таким образом по периметру дом опустить одним крылом и одним контуром делается подача внизу то есть обратка внизу просто она возвращается где она завершается но как она еще закругляется я сейчас покажу надо еще правильно сделать где она заканчивается и переходим уже вот картинок к наглядному пособию так сказать вот батарею я уже повесил у меня все будет в штрабе я сделал штрабу и вот это у меня получается крайняя батарея если труба не прячется в штрабу вот он байпас вот он байпас я обычно его ставлю он идет под батареей под батареей а он практически вплотную он даже не виден когда батарея висит байпаса вообще не видно то есть краны стоят вверх но в данном случае мне не принципиально как они будут стоять то есть вверх вбок без разницы вот байпас идет под батареей и обратка если она есть то же самое идет ниже ну чуть и на стене крепится клипсами в данном случае у меня все заведено в штрабу и смотрите вот крайняя батарея заканчивается вот обращаю внимание что труба заходит и потом через тройник обратно возвращается получается в обратку и если мне нужно перекрыть или снять эту батарею я перекрываю перекрываю краны да откручиваю гайки и у меня система остается рабочей и она всегда даже не нужно выключать котел она будет работать в любом случае потому что все пойдет через байпас вот через этот вот потом я батарею заменил назад повесил гайки прикрутил все здесь делается на американках всегда на американках имейте ввиду две гайки открутили сняли батарею потом поставили закрутили открыли краны стравили воздух и у вас опять все работает вот таким образом она заканчивается и возвращается если бы здесь у меня была не крайняя труба не крайняя батарея мне бы просто отсюда пошло бы туда дальше все то же самое вот здесь также вот они рядышком идут две трубы сейчас они в сяшку заштукатурится и их вообще не будет видно и стены будут торчать только два вот этих кончика маленьких вот этих вот вот таким образом делается система отопления одной трубой и все прекрасно работает кто бы что там не думал и не говорил уже проверено неоднократно делал дома там и по 20 батарей было вот и все отлично функционирует и не важно какие там батареи такие либо алюминиевые либо еще какие все нормально работает потому что закон физики если кто-то думает что вода не будет сюда поступать не будут батареи греть просто люди не понимают в этом кто-то подключает смотрите подачу вверху да некоторые делают подачу обратку вот так соединяет либо подача а здесь обратка так соединяет ну это лишний головняк лишние расходы чтобы отсюда подключить труба нужно быть здесь либо здесь она должна идти то есть это и даже если она и будет работать эта система сверху там опускают поверху кидают трубу и от нее отводят каждый на каждую отводят подачу и выходит ее в обратку ну кто видел такую систему тут прекрасно знает как это выглядит убого и некрасиво то есть во первых по потолку трубу крепить намного сложнее это затратней и трудоемко во вторых все эти трубы все эти сопли будут висеть по всему дому по всему периметру в третьих не факт что все это будет нормально работать потому что там тоже нужно соблюдать некие условия если это самотеком делается если с насосом если у кого-то свой дом и сделана такая система отопления но трубы не греют или батареи не греют значит где-то не соблюдены уклоны либо где-то неправильно что-то сделано и на каждую батарею в любом случае нужно ставить кран обязательно не важно чугунные батареи либо пластиковые алюминиевые либо система у вас старая с железными трубами всегда ставится кран на батарею для чего чтобы регулировать поток воды для чего это делается допустим у вас дом 200 квадратов и сделано все по порядку грамотно так же от котла и пошло по кругу как я рисовал да но первые 5 батареи будут греться нормально а остальные будут холодные почему все очень просто вода идет циркулирует по наименьшему сопротивлению то есть 3 батареи или 5 котлу легче прогнать и протянуть чем 20 батарей соответственно они и будут эти первые 5 батареи от котла греться а остальные будут холодные или даже ледяные что туда не будет проходить нормальная циркуляция для этого ставятся краны регулировочные то есть чуть придавили вот придавили чуть-чуть здесь уже меньше идет поток воды он дальше и так вот распределяется потоки на все батареи равномерно один раз стоит отрегулировать и все нормально если система сделана самотеком то есть без насоса то в принципе со временем она как бы урегулируется будет работать но если вы ставите насос либо у вас там эта система плохо неправильно смонтирована ставите насос то с насосом в любом случае у вас не будет работать система в любом случае если нет кранов краны ставится на каждую батарею чтобы это понимали знали насос вообще гоняет где ему легче туда тянет у меня были случаи я просто поражался сейчас нарисую дом огромный приезжаю ну тоже жалуются заменить котел все это делать сделать надо плохо работает дома большой вроде котел нормальный насос у них стоит а система не работает нормально то есть им насос врезали врезали его неправильно сейчас вот вам примерно покажу вот так будет видней вот идет обратка насос как правило остается на обратке сделаны отводы как положено и стоит насос здесь краны здесь кран здесь кран здесь котел и что происходит то есть вот такая схема вот так вот был сделан смонтирован насос в систему и они считали люди что плохой у них котел он не тянет чтобы отопить этот дом огромный но все было намного проще те мудаки по другому я не могу назвать которые врезали этот насос им в систему если бы они его врезали просто в трубу вот сюда вот в нижнюю без отводов получается вот это байпас 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 для чего делается под диаметр трубы если здесь пятидесятка труба то кран пятидесятый чтобы не заужать диаметр чтобы циркуляция была нормальна и когда система работает через насос вот этот кран перекрывается чтобы система работала вот как вот отсюда брала собратки через насос проходила и пошла в котел а у них как работала вот так вот по кругу вот так вот по кругу гоняла вода на одном месте они включают насос на полную мощь на третью скорость и где он захватывал давление там и было тепло а в дальние комнаты вообще ничего не доходило соответственно у них не топилось не грелось и люди считали что во всем виноват котел хотя котел там стоял нормальный мощный достаточно было поставить вот этот кран и все бы нормально работало но мы меняли полностью они уже купили котел я им поставил новый котел вот так вот из-за каких-то вот таких вот нюансов люди которые ставят но не знают что они делают очень много таких моментов я вот по работе сталкивался по отоплению некоторые берутся за работу потом звонят мне спрашивают а почему не работаешь что надо сделать но он бесит ситуацию какого хера ты лезешь туда плиточник блять он так себя называл плиточник ну трезвым я его ни разу не видел на хера ты лезешь туда если ты в этом ничего не соображаешь ой что ты там типа на меня начал бухтить а какого хера ты мне звонишь за консультацией если тут еще на меня что-то бухтишь я не понял понимаете вот такие люди тоже есть поэтому ребята если не знаете лучше доверьтесь специалистам кто в этом соображает как я уже говорил повесить батарею большого ума не надо два самореза закрутил и повесил а подключить ее правильно чтоб она работала чтоб вся система работала здесь нужно знавать навыки и знать нюансы и все особенности мне как-то был случай пригласили на одно предприятие у них там тоже там очень большой был помещение там ну много зданий и все работало от одной котельной и очень много было именно по расстоянию труб там порядка 500 метров и нужно было какие-то помещения у них не топились был бильярдный зал там огромный наверное столов на 50 и в этом зале не работала система отопления нормально им нужно было врезать насос у них там был уже один и нужно было еще чтобы зал этот запитать но еще другой момент если в системе несколько насосов стоит вот несколько крыльев да и несколько насосов то нужно следующий узел такой делать в том месте чтобы не получилось так вот допустим труба насос еще там труба еще труба и где-нибудь еще насос и чтобы не получилось так чтобы потоки воды и шли навстречу друг другу в этом случае тоже не будет ничего работать поэтому смонтировать нужно было все это правильно и прежде чем я там что-то начал работать я проходил всю систему смотрел куда как какие трубы идут а их там было очень много потом там пришел их не самый главный начальник походили посмотреть со мной и я говорю что делать нужно либо вот здесь либо здесь в другом варианте он работать не будет вообще что хоть вы там хоть что делаете хоть самый здоровый насос поставьте работать не будет и этот начальник говорит ну как бы мне было это в тот момент как бы я не ожидал такого слышать и было очень приятно то что вот типа простой сварщик рассуждает как инженер а все почему потому что я с этим работаю я с этим работаю лично а не на бумажке как вот сидят эти проектировщики или что кто то на бумажке нарисовали я с такими тоже сталкивался всякую херню нарисовали я по этой бумажке делаю как мне этот самый заказчик сказал а потом приходит принимающий орет там целый час говорит нахера вы так делали говорю я то что мне как сказали я так и сделал я говорил что так нельзя делать и не нужно так делать вот а тот нет уперся типа делаем все по схеме которые ну по плану вот и поэтому я с этим работаю я знаю как это делается я знаю как это работает и как это функционирует не на бумажке на практике поэтому я и смотрю прежде чем что то делать чтобы потом не переделать всю работу вот так что имейте ввиду кто собирается делать отопление вот самый простой дешевый способ сделать это одной трубой если позволяет самый лучший вариант это вот по кругу ее пустить будет у вас всего одна труба вот она из подачи превращается в обратку и все будет нормально работать главное ставить везде краны вот такие теперь я думаю кто кто не до конца понимал как это делается одной трубой будет иметь представление ну вот собственно все будут вопросы спрашивайте надеюсь кому-то было полезно это видео до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитров до новых встреч